Сразу в нескольких российских регионах ликвидируют последствия шторма, который пришел со стороны Европы. Под его влиянием оказался фактически весь северо-запад. Ленинградская, Псковская и Новгородская области. Повсеместно было нарушено энергоснабжение. Без света оставались сотни населенных пунктов. Во Пскове порывом ветра снесло часть кровли с крепостной стены Кремля. А в Санкт-Петербурге уже вторые сутки закрыта дамба. Но все равно уровень воды в Неве поднимается. Есть опасность наводнения. Тем временем атмосферный вихрь переместился в сторону сталицы. Из-за непогоды уже произошел несчастный случай в Суворовском парке на западе Москвы. На коляске, в которых находились двое малышей, упало дерево. Дети госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Ветер мог привести и к обрушению облицовки на фасаде дома на Ленинградском шоссе, из-за чего погиб мужчина. По прогнозам, в течение дня порывы будут усиливаться. На небольшом расстоянии давление резко меняется. И вот в этом случае возникает градиентный ветер. Вот ветер со скоростью 15-20 и даже до 23 метров в секунду представляет безусловное неблагоприятное явление. Это очень существенный ветер. Но, скажем, детям не рекомендуется находиться на улице без взрослых при таком ветре. Между тем, в центральных регионах России до конца недели днем прогнозируют аномальное тепло. В Москве столбики термометров поднялись почти до 8 градусов. Но рекорд сегодня не побит. Не хватило совсем немного – 1,1 градуса.